Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, рисовать новыми карандашами и заполнять яркий дневник. Это помнит каждый школьник, бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость своему ребенку. Чтобы дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не чувствовали себя обделенными, в Наринмаре стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Действительно, на сегодняшний день есть семьи, в которых воспитываются дети, семьи малообеспеченные, семьи в трудной жизненной ситуации. Поэтому вот такая необходимость, она у нас есть ежегодная. Потому что понятно, чтобы ребенок успешно учился, его нужно, в общем-то, обеспечить всем необходимым. Уже обеспечивает, несмотря на то, что начало акции было объявлено 9 августа, с первых дней неравнодушные граждане стали приносить вещи. Ведь ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо практически все. Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества, школьная форма, портфели, спортивная одежда. Эти предметы для успешной учебы ждут не только маленькие жители Наринмара, но и ученики сельских поселений. Заявления поступили уже из поселка Красного, из поселка Нальминоз. То есть мы охватываем еще и сельскую территорию. В общем-то, да, акция носит заявительный характер. Но прежде всего, вот нам обратили специалисты отделения помощи семье и детям. Они осуществляют патронаж этих семей. Это все будет доставлено по назначению. Все пересчитывается, то есть ведется особый учет. И с приглашением специалистов отделения помощи семье и детям, да, детям волонтеров. То есть это все будет распределяться по школьным таким наборам и по действительно особой нуждаемости. И еще обязательно учитывая возраст школьника. Внести свой вклад в портфель каждого нуждающегося ученика могут не только жители округа, но и предприятия и организации. Канцелярские и другие школьные принадлежности будут приниматься до 31 августа по адресу город Наринмар, улица Рабочий, дом 17А, в здании комплексного центра социального обслуживания.